Сегодня на библейском портале Экзегет мы продолжаем наши беседы по трудным местам священного Писания. И отталкиваясь от двух текстов, это Евангелие от Луки 10, 23, Евангелие от Иоанна 20, 29, мы зададимся вопросом, кто блажен? Те, кто видят или те, кто не видят Господа? И мы сначала прочитаем Евангелие от Луки 10, глава 23 стих. «И обратившись к ученикам», то есть Христос обращается к ученикам, сказал им особо, «Блаженны очи, видющие то, что вы видите». А теперь Евангелие от Иоанна, 20 глава, 29 стих. «Иисус говорит ему», то есть апостолу Фоме, «ты поверил, потому что увидел меня, блаженны невидевшие и уверовавшие». Блаженны невидевшие и уверовавшие. Давайте посмотрим, какое объяснение есть у владыки о верке Таушево, архиепископа. Он пишет. «Однако эта вера все же основывалась на чувственном удостоверении веры Фомы, а потому Господь в назидании Фоме, другим апостолам и всем людям на все будущие времена открывает высший путь к вере, ублажая тех, которые достигают веры не таким чувственным путем, каким достиг ее Фома. Блаженны невидевшие и веровшие. И раньше Господь неоднократно давал преимущество той вере, которая основывается не на чуде, а на слове. Распространение веры Христовой на земле было бы невозможно, если бы каждый требовал такого же удостоверения для своей веры, как Фома или вообще непристающих чудес. Поэтому Господь и ублажает тех, которые достигают веры одним только доверием к свидетельству словом, доверием к учению Христову. Это лучший путь веры». Кого еще Господь ублажает? Давайте вспомним римского сотника, который пришел к Господу или послал к нему людей. Не сразу видно, как все это происходило, но попросил помочь его больному отруку. И Господь изъявил желание пойти в дом язычника, хотя по правилам Галахита во времени это было запрещено. «Но сотник говорит, не надо идти, скажи только слово, и выздоровеет мой слуга». Что мы видим? Сказано, что Христос удивился такой вере этого сотника. Я думаю, трудно удивить Бога, но он удивился. Поразился и воскликнул. И в Израиле не нашел я такой веры. Вера, которая не требует каких-то знамений, чудес. Чудеса – это всегда костыли для сомневающихся. И в них есть серьезная опасность. Я часто об этом говорю. Те, которые увлекаются чудесами, гоняются за ними, они добегаются, когда главный чудесник, антихрист, придет и будет огонь с неба сводить, там мертвых начнет воскрешать. Нет. Подлинное чудо – это нравственное чудо обращения к Богу. Вот такое чудо имеет значение. С другой стороны, чудо похищает заслугу веры. Когда человек необходимо верует, потому что перед ним явное чудо, его вера обесценивается, она не имеет уже никакой ценности ни в глазах Бога, ни в глазах людей. А когда человек сначала поверил в своем сердце, и потом чудо стало ответом на его веру, здесь вера такового укрепляется. И мы должны помнить о таких вещах, чтобы не впадать в какие-то крайности, как некоторые там гоняются. Где-то икона заплакала, где-то замироточила, а где-то еще что-то случилось. Будем вести себя более сдержанно, как сказано, испытывайте духов, от Бога ли они. Подписывайтесь на библейский портал Экзегет и не забывайте – блажение, невидевшее, но уверовавшее. Это нас с вами, которые никогда не знали Христа по платью. С Богом. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...